Приветствую вас друзья любители автозвука. Сегодня у меня на обзоре динамики Аватар МБР-61. Из особенностей могу сказать, что у них вогнутый колпак и пластиковое кольцо вот здесь. Оно приклеено. Четыре крепежных отверстия, но можно просверлить еще. Продолжение следует... 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 Чувствительность примерно такая же, как у других динамиков, то есть по громкости он сильно не выигрывает, хотя вы можете утверждать обратное, услышав тот звук, который передал вам микрофон и соответственно сжатие ютуба. Что мне нравится, что он очень небольшой, вообще в целом такой компактный динамик, небольшой магнит, то есть штатку если его поставить, штатное отверстие, проставочное кольцо какое-то небольшое, там 10-12 миллиметров даже, я думаю, будет уже достаточно, чтобы встать как штатный динамик. Колпак не оправдал мои ожидания, я думал, что будет более глухой звук, звук нормальный, играет открыто, довольно-таки очень приятно, при этом неплохо так панчет, прям я хочу сказать, чувствительность в принципе, как я говорил, нормальная, конструктив хороший, единственное, что мне непонятно, почему сделали четыре крепежных отверстия, а в корзине их восемь, ну кому надо, я думаю, на сверлят, единственное, что вы испортите логотип аватар, потому что отверстие в корзине находится прямо напротив него, а в остальном по конструктиву и распаковку посмотрите позже. По срезам могу рекомендовать оверху классический 5-6, ну кому-то 8-10 нравится, там уже смотрите, килогерц естественно, понизу ниже 100 герц вообще никакого смысла нет, только если опять же небольшая мощность. От головного устройства возможно послушать, то есть во всю голосу включили и слушайте потихонечку. Ну я сейчас давал где-то половину мощности той, которую я могу влить в них со своего стенда. У меня усилитель 6 по 150, ну грубо говоря половину я сейчас сыпанул. Это когда громко было, когда тихо, там вообще еле-еле, там конечно я бы поставил к ним твиттер однозначно, хотя бы шелковый, если нет эстрадных, ну если вы хотите громко, конечно надо эстрадные рупора ставить. Бумажный диффузор, штампованная стальная корзина, ферритовый магнит, номинальная мощность 70 ватт, максимальная мощность 140 ватт, катушка имеет диаметр 1 дюйм или 25 миллиметров, намотка на катушке обмедненный алюминий, диапазон частот от 100 герц до 10 килогерц, импеданс 4 ома, чувствительность 92,5 децибела, резонансная частота 126 герц, эквивалентный объем 4,5 литра и полная добротность 0,78. В принципе этого достаточно для того, чтобы сделать выбор в пользу этих динамиков или отказаться. Вот так выглядят сами динамики ребята, вогнутый колпак, на котором написано аватар, ну прикольное решение в принципе, не знаю что там по звуку. Что могу отметить, как и на прошлом обозреваемом МТУ 60ЛЕ, здесь пластиковый ободок, вот этот кольцо прижимное, но оно имеет почему-то не 8 крепежных отверстий, а 4 и здесь они перфорированы до конца, то есть вы будете прикручивать не кольцо, как на МТУ, видите да, здесь в колечке просто отверстие, а здесь прям перфорация насквозь, то есть у вас саморез уйдет туда и будет прикручивать непосредственно корзину, а кольцо прижимать не будет. Я считаю это неправильно, могли бы вот так вот сделать, не знаю зачем они переделали, ну это дело хозяйское, как говорится, кто как хочет, так и может. Двойной тканевый подвес, причем вторая волна спрятана вот под это кольцо, очень интересно, так реализовано, и эту волну практически не видно, она вот здесь вообще спряталась, тут она вот торчит, то есть немножко перекосик какой-то есть. Диффузор по краям довольно мягкий, там где колпак, непосредственно вот в этом месте, он либо жестче, либо просто из-за того, что колпак вот так хорошо держит, он здесь не проминается, видите да, то есть посередине он мнется, а здесь он не ломается, то есть здесь возможно, что усилили, могу ошибаться. Корзина имеет больше перфораций, отверстий много, то есть в принципе можете не крутить в эти, либо прикрутить в эти, и еще дополнительно просверлить с тыльной стороны, будет у вас нормальный крепеж. Одинарные лопатки, но подводящие также вшиты в шайбу, шайба здесь ну такая средней жесткости, не могу сказать, что она прям жесткая, ну и не могу сказать, что она там какая-то мягенькая. Корзина прикольная, симпатичная, довольно таки жесткая, металл хороший, толстый, не звучит, прям глухая, небольшого размера магнит, чуть ли не как на твиттерах, блин, магниты у них конечно, что у этого, что у этого, ну бюджетные, я так понимаю, надо будет еще, я даже цен не знаю, потому что я эти, эти я выиграл на соревнованиях, ребят, вот поэтому вам показываю. И в этом году вот такая ситуация, приходится ездить на соревнования, чтобы вам что-то показывать. Здесь наклеечка, вентиляционного отверстия нет, есть там какой-то саморез, видимо, или что-то там такое, короче, какая-то дырочка там, или отверстие имеется. Магнит немножко смещен относительно этого фланца, то есть есть какие-то такие огрехи по сборке, видимо, не сильно там контролирует это все. По клею и вот этому всему все аккуратно, ну вот магнит немножко здесь смещен. Также на этом тоже смещен, немножко относительно центра, буквально там какие-то соточки гульнули. В остальном пайка адекватная, клеммы, ну, недорогие клеммы шестяные, как обычно. Кто сюда будет дорогие, толстые, ставить, как на FATAL PRO, я думаю, никто не будет ставить. Пластик, ну, такой, пластик, пластик пластиковый. В общем, я считаю, что это, ну, выглядят они как бюджетные динамики, при этом строго, симпатично и, я думаю, найдут своего покупателя. Это, ну, прям, выглядят прикольно, скажем так. Вот. Что этот выглядит прикольно, что этот выглядит прикольно. При том, что это именно отделение, я так понимаю, Альфарда, Альфард Групп, они специализируются именно на бюджетном железе. То есть у них усилки дешевые, динамики дешевые, сабы дешевые. Вот. Это подразделение Альфард Групп. Вот такой, ребята, получился обзор. Надеюсь, вам было полезно или хотя бы интересно услышать мое мнение об этих динамиках. К покупке могу смело рекомендовать. В принципе, недорогие динамики. Но у меня на этом все. Желаю вам чистого и громкого звука. Пока. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...